Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Привет всем из Алании, 17 октября, полпятого время, какое море вы уже видите, сейчас расскажу вам о погоде, давайте начнем с моря, оно сегодня ласковое, нежное, теплое и спокойное, температура воды 27, средняя по Алании море, вот такое оно сегодня обалденное. Там у нас пляж отеля Blue Wave. Против солнца, надеюсь, вам нормально видно. И температура воздуха сегодня на солнце до 34, так в среднем 32 где-то, наверное. Убалденная водичка. По сайтам я пробежался по погодным, но показывает максимум, что я видел 29-30, но это явно не на солнце, а многие сайты еще меньше даже показывают. Так что, напоминаю, что у меня всегда честные прогнозы, не прогнозы, а реальная погода. Да, я хочу несколько слов сейчас сказать, кстати. Там Стана, там мне пару вопросов закинули, я так понял, что человек живущий в Алании. Первое по комментарии, тему эту даже не хочу поднимать, вообще комментарии не открою никогда, к сожалению, для многих, может быть. И было такое, как бы, пожелание, что, ну, показывай погоду утром, чтобы мы видели, знали, что на море. Да, я вас понимаю, я сам вот когда просыпался, всегда открывал веб-камеры, смотрел на море, какое море. Но, к сожалению, сейчас ни одна камера Алании почему-то море не показывает, вы это уже знаете, я думаю, многие мне писали про это. Вот, и почему я не могу показывать утром, потому что, ну, во-первых, даже если, допустим, что я вышел в 8 утра, да, море еще, ну, море это нормальная температура, в нем особо не меняется, вода будет такая же. А вот по погоде еще ж как бы не будет жары, потому что в 8 утра, ну, только все солнце начинается, смотрите, какая водичка прозрачная. Это первая причина, почему утром не могу показывать, и вторая причина, потому что я в основном спать ложусь в 4, в 5, в 6 утра, поэтому никакого утра, никакое. Ну, то есть утро у меня далеко после обеда, иногда я ближе к вечеру. Так что, почему не могу показывать утром, хотя я вас понимаю, и, в принципе, как бы, и сам бы не отказался просыпаться и смотреть реально актуальное, что творится с морем, такая погода. Вот, и немножко так юмором хочу разбавить, хотя на самом деле плакать хочется, а не смеяться. Вот сегодня в чате человек написал, сделай обзор утопии отеля. Ну, я не знаю, может, кто-то уже смеется, если вы не смеетесь еще, то я вам объясняю. Значит, человек просто написал, сделай обзор отеля утопия. Кто до сих пор не смеется, поясняю, люди. Чтобы попасть в утопию отеля, сделать его обзор, естественно, нужно купить... Причем человек даже не в донате написал, просто в чате, во время трансляции. Чтобы попасть в отель утопия и сделать его обзор, нужно купить туда тур хотя бы на один день. То есть оплатить проживание за сутки и ходить делать обзор. Проживание там не дешево, я не посмотрел, но я так могу прикинуть, где-то 600-800 лир стоит. Я думаю, не больше, а может и больше, потому что отель крутой довольно. Сутки турецких лир, то есть эта сумма не маленькая, но дело даже не в этом. Дело в том, что даже если бы человек мне оплатил проживание там сутки, чтобы я сделал обзор, я бы на это не согласился, потому что мне это не надо, зачем я буду день терять, чтобы сидеть в отеле. Мне хватает моря здесь и сам себя неплохо кормлю, то есть зачем мне в отеле утопия. Но ни о каких же речи не шла даже ни о какой оплате за сутки. Просто вот человек, сделай обзор утопия и все. То есть я не знаю, вы как с луны свалились, я не знаю, как еще сказать можно. Причем это же не единичный случай, люди просят обзоры абсолютно разных отелей. И, ну не знаю, о чем вы думаете, вот как я это должен сделать, я честно не представляю. Так что немножко меня это насмешило, как бы даже человеку я написал, что оплатите сутки, я сделаю обзор. На самом деле нет, даже если он оплатит сутки, у меня нет в планах сейчас сидеть день терять в каком-то отеле. То есть мне это не нужно. А вообще я читал об этом, меня в том году тоже много просили, сделай то, сделай то. И оказывается есть такие, ну я даже не знаю, они как бы не блогеры, скорее всего, они, ну у них такая работа. То есть человеку оплачивают на 2-3 дня, допустим, какой-то отель. Он селится в этот отель и ходит, и все снимает, показывает, рассказывает. И правдивые впечатления все подтвержденные видеосъемкой. Выдает заказчику, и заказчик таким образом выбирает отели. То есть, ну понятно, что это не для нашей нищей, не для наших нищих советских стран. Я думаю, так западные делают люди, которые выбирают себе отдых, допустим, из 2-3 отелей. У которых есть средства оплатить человеку, чтобы он все поснимал. Вот так вот они, наверное, делают. У нас, я думаю, до такого... Если доходит, то очень редко. Но, опять же, я бы не хотел бы таким заниматься. То есть, ну, мне как-то абсолютно не тянет ни в какие отели. Есть море. Есть рынок с дешевыми ценами на овощи, фрукты. Что еще нужно, то есть, как бы, все есть. Вот. Давайте еще уже, так уж и быть, море еще посмотрим. Потому что оно сегодня действительно просто обалденное. На пляже Blue Wave мы находимся, напоминаю. Сейчас Ромка пойдет плавать. На пляже, на лежаках людей процентов 80 где-то заполняемость. И в море купается людей почему-то немного. В основном все лежат на лежаках. Загорают. Шикарная водичка. Просто тоже показывает вам там и 25 температура воды, и 24. Ну, просто это, ну, я не знаю, как мягко сказать, без мать укол. Поэтому промолчу. Так что, смотрите, ежедневные правдивые обзоры Алании с погодой. И буду стараться их делать до середины ноября месяца. И много здесь людей, кстати, вот вы видите на песке, это местные, тоже приходят на пляже Blue Wave. А, сегодня суббота. Думаю, что-то так много местных на пляже Blue Wave. Хотя нет, большинство, вы знаете, с браслетами. А чего они не на лежаках, а на песке, я честно не знаю. Да, все с браслетами здесь. Думал, что просто люди пришли, но нет. По пляжам сегодня не пойду, наверное, маленький. Маленький выходной сделаю, походу. А по пляжам, рынок я тоже, я смотрю, вещевой рынок мало интересует. Я тогда или не буду снимать, или одно видео в понедельник, может, сделаю. Потому что просмотров на вещевом вообще нет. Что смысл мне бегать полчаса там по жаре, париться, снимать, если 300 просмотров. Смотрите, какая водичка. Наслаждайтесь. Всем желаю попасть в нее, приехать в этом году. Даже тем, кто не собирался. Посмотрит сейчас и, возможно, приедет. Цены на туры сейчас хорошие есть. Отели до конца октября точно работают практически все. И многие работают так же будут в ноябре и в декабре. Больше отелей будет рабочих. Поздняя осень и ранее зимой в этом году, чем в прошлом сезоне. Потому что всем хочется по максимуму в этом году продлить сезон, который и так начался у нас практически в середине июля или даже позже. Какая вот красота у нас сейчас на море. Сейчас птицу видел, типа цапли с длинным клювом. Причем этот, ну, птенец на реке здесь. Я поснимал отдельно, потом куда-нибудь в какое-нибудь видео я вставлю, покажу. С длинным клювом, и она только-только, видимо, летать учится. Она долго ходила от меня пешком, не улетала. А потом, короче, полетела все-таки через реку. Там мне человек... Человек не знал, что можно вот так вот ходить и разговаривать с фотоаппаратом. Думал, что я к нему обращаюсь. И тут много-много очень рыбаков у нас уже какой день. Сейчас я вот под леской прохожу. Рыбаки тянутся по всему вот этому вот пляжу, Грингардена. И туда практически до отеля Хризантем. Водичка просто огонь, люди. Смотрите, какая она красивая, прозрачненькая и тепленькая. Где-то зима сегодня. Мне сегодня снился такой сон, я офигел. Ну, я не знаю, сны. Я в приметы ни в какие не верю, но тут ничего плохого, в принципе, нет. Поэтому могу рассказать. Короче, ну так все было натурально. Короче, я сажусь в Аланье в метро, да? В Аланье нет метро, конечно. Сажусь я в метро, не знаю, на какой станции в Аланье. И мы едем-едем, и тут поезд начинает сильно трусить-трусить. И потом хлоп, я смотрю, на улице снег, короче. На улице повсюду снег. Зима, и открываются двери на какой-то станции. Открываются двери на какой-то станции. Короче, открылись двери, следующая станция. И холод такой, прям, ну, в вагоны, прям заходит холод. И мы смотрим все дома в снегу, все земля в снегу, короче, все в снегу. И холод такой в вагоны. Люди стоят испуганные, испуганные, все не знают, что это значит, что делать. И я вот реально ощущаю, знаете, даже этот холод, он ощущается, прям передается. Настолько все четко было. И, короче, тут я уже проснулся. От холода, наверное, проснулся. И понял, что на улице жара сегодня. И, наверное, даже жарче, чем вчера. Потому что, ну, очень жарко было сегодня где-то вот с 12 до 2 особенно. Горы. Обожаю. Я Турцию полюбил. Вот с первого раза, как бы, с первого захода в море в Турции. Это был Бельдебе. И я вот обожаю сидеть в воде и смотреть на горы. Супер море. Я даже выключаться не хочу. Знаю, что многие море любят. Даже жалко вам его это... Жалко вам его выключать. Хочется показывать и показывать. Хорошего отдыха тем, кто сейчас в Аланье, кто едет, кто сидит уже на чемоданах. В предвкушении. Все здесь тип-топ с погодой. Люди, еще раз напоминаю, что все нас обманывают. Поэтому никому особо не верьте. Это люди, кстати, по-моему, наши плавают. Кажется, на русском языке говорят. Но без браслета. Причем, ну, знаете, мне кажется, вода даже теплее, чем вчера. То есть, если я это ощущаю, значит... Значит, она больше, чем 27. Ну, в принципе, до 27,5 сегодня она может быть. Единственное, больше на маяке, там, где мелко, возле муниципалитета Аланийского. Ну, вот, ощущаю. То есть, ну, заметно. Она и вчера была теплая, но вот сейчас вот я чувствую, что... А может быть, потому что вчера были, как бы, волны, они какие-то холодные течения немножко приносили. Хотя холодными не назовешь все равно. Но чуть-чуть-чуть-чуть вода сегодня ближе к температуре парного молока. Поезд почти в воде стою, чтобы вам натуралистично все это показать. Спасибо всем за донаты, я все никак не озвучил. Люди, сбор продолжается. Мы насобирали где-то 140 долларов американских. И, ну, это уже ближе к половине, но еще даже не половина стоимости той камеры, которую я хочу. Поэтому ссылочка на данной в описании. Спасибо всем, кто переведет. Не важно, какую сумму, абсолютно не важно. Даже ваши 20 рублей, они могут быть очень полезны, потому что нас много. Это кто-то думает, что даст мой полтинник. Типа не буду морочить голову ни себе, ни Ромке. Очень много даст ваш полтинник, поверьте мне. И ссылочку на донат поставил. Кстати, донат, который принимает и рубли, и гривны, и доллары, и евро. Сразу он, первая будет строчка под видео в описании. Смотрите, друзья, возле реки Обачай, какая цапля ходит. С длинным клеммом. Я не уверен, что это цапля, но это непростая птичка. У чайки такой клюв быть точно не может. Она маленькая, ребенок цапленный. Ну, может, не цапля, конечно, но точно не чайка, а какая-то птица интересная. Длинный, длинный такой клюв, длинный против солнца. Ничего не вижу, что я снимаю. Надеюсь, вам ее видно. Такая интересная птичка. Возможно, она тоже рыбку ловит, мелкая рыбка плавает в реке. Походу она пешком идет. Она, наверное, еще не умеет летать, или я даже не знаю. Смотрите. Птица говорун отличается умом и сообразительностью. Длинный, тонкий клюв. Думаю, если бы она летала, она, наверное, сейчас от меня как бы улетала, а она пешком ходит. Интересно, откуда ж она? Где твои родители, птица говорун? Как же, как все тросится. Никакой стабилизации. Так бы я ее четенько приблизил. Без дрожания. Вот такая вот красавица. Она таки полетела. Ну, реку перелетела, значит, летать умеет. Надоел ей, не хочется, она была звездой, решила перелететь на ту сторону.